Большинство сотрудников праздник встречают на рабочих местах, водозаборных узлах, канализационно-насосных станциях, очистных сооружениях. В 76-й день рождения водоканала в зале собрались те, кто отмечен наградами за бесперебойное водоснабжение, надежное канализование, обеспечение для жителей, уюта и безопасности. Если не будет чистой воды, которая идет по вашим трубам, не будет безопасности. Если не будет нормального канализования, не будет уюта в домах. Вот это все зависит от вас. Такую нужную работу слесарей, водителей, машинистов, лаборантов, бухгалтеров водоканала также отметили заместитель министра ЖКХ Московской области Владимир Мельник, представитель администрации Щелковского района Наталья Черная, глава городского поселения Щелкова Александр Шалыгин и зампредседателя совета Елена Мокринская и новый директор предприятия Наталья Ефимченко. В своем водоканале мы с 1 ноября подняли зарплату. Водоканал у нас прибыльный, поэтому я надеюсь, что все хорошо и год мы закончим с хорошими результатами. Водоканал сегодня переживает активную стадию реформы преобразований. Реализуется концепция правительства области по объединению пяти водоканалов, которые пользуются нашим магистральным коллектором и очистными сооружениями. С 1 января филиалами межрайонного Щелковского водоканала станут предприятия Королева, Ивантеевки, Фрязина и Пушкинского района. Очистные также стали его структурным подразделением. Мы с 1 ноября присоединили к себе, перевели 270 работников очистных сооружений, бывших работников ЗАО «Экосталкер». Все люди переведены в полном, все, кто хотел перейти, они все перешли с теми же самыми зарплатами, на те же самые должности, на те же самые позиции. Очистные работают в полном технологическом режиме, в штатном. Никаких мы не ожидаем катаклизмов, потому что спасибо большое людям, спасибо большое Алексею Васильевичу Валову. Вот с такими хорошими новостями отметил межрайонный Щелковский водоканал свой день рождения. Работа продолжается, перспективы есть. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».